Еще одна статуэтка Аники Строганова нашла своего героя. Главный тренер женской сборной России подзюдо Константин Философенко пропустил церемонию пермского землячества по весьма уважительной причине. Был на очередных соревнованиях, на этот раз в Майами. Перерыв короткий. Впереди Всемирная универсиада в Казани. Я пермяк и всегда чувствую, что меня тянет домой, хотя это получается очень редко сейчас приезжать. Вообще пермь – это самое главное событие в моей жизни. Пермяк – это звучит гордо. Эта мысль прошла рефреном на встрече лауреата в Строгановской премии. Народный артист СССР Иван Бобылев рассказал, что ничуть не устал от режиссерской работы и всех пригласил на свои моноспектакли. Встреча с журналистами прошла в Пермском лицее номер 10. Его директор Ирина Ивинских удачно совмещает образовательную работу с законодательной, что и было оценено пермским землячеством по самому высокому – гамбургскому счету. Я понимаю на сегодня, насколько это кредит доверия в мой адрес, какова ответственность, я понимаю тоже. Но вместе с тем я горжусь, что я пермячка. Каждый лауреат Строгановки, помимо статуэтки и памятного знака, также получил денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей. Профессор госуниверситета и основатель IT-компании «Прогноз» Дмитрий Андреанов решил направить их на благотворительные цели. Денежную часть премии я хочу использовать для поощрения молодых ребят, которые занимаются наукой и технологией у нас в университете и в Пермском крае. Подготовка к следующему съезду пермского землячества начнется уже в сентябре, сообщил председатель комиссии по присуждению Строгановской премии Игорь Шубин. Возможно, появятся новые номинации, а критерии отбора станут более конкретными. Кроме того, пермяков привлекут к широкому общественному обсуждению по поводу облика будущего памятника Строгановым. Напомним, наследница славного рода Елена Андреевна Строганова уже дала добро на его установку. Елена Закирова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.